Итак, Даша, 10 самых... Женя, 10 самых необычных фестивалей мира, в том числе фестиваль прыжков над детьми в Испании с 1620 года раскладывает вот так детей штабелями и... Наталья, они не просто раскладывают их штабелями, они мало того, что раскладывают их штабелями, они одеваются еще в костюмы демонов и прыгают в них через детей в костюмах сатаны. Не знаю, так ли это, мы сейчас с Женей Филимоновой, которая, между прочим... Доброе утро, Женя, к нам в студии тут. Доброе. Засиделась уже, пока мы смотрим клипы. Объявляем титр, если кто-то не умеет читать, то Женя Филимонова, пиар-директор фестиваля «Субботник» и номер 8, читай, подожди, нам надо дочитать программу. Я читаю новость, да? Фестиваль «Бросание едой» Италия. В Италии под восьмым номером проходит фестиваль «Бросание едой». Что же необычного было на вашем фестивале? Бросался ли кто-то там едой, бросался ли кто-то там на кого-нибудь? Мы прыгали через детей, пели «Песни у костра» в парке Горького, да, это было 6 июля. Ну скажи, скажи, как вообще прошло? Вот мне, честно говоря, больше всего интересно, тяжело ли работать с иностранными звездами. Я вот слышала про Bloodhound Gang, например, что они просят разложить им детей, чтобы они через них прыгали. Нет, они просят разложить им ММДэнс в разные, по-разному... Подожди, Таша, для тех, кто еще не совсем понимает, о чем идет речь. Фестиваль «Субботник» — это когда с метелками и с лопатами, или все было как-то иначе? Это было в парке Горького 6 июля, это был первый фестиваль. Фестиваль, он длился 11 часов, 11 часов было музыки и всякого летнего образа и веселья. То есть это марафон? Фестиваль. Фестиваль-марафон, да. Фестиваль-марафон. Ну вы долго, да, по-моему, часов с 12 вы стартовали? С 12 дня до 10 вечера. И вы, наверное, весь этот день пили кофе? Да, мы отдыхали, там у нас были шинглонги, очень приятно, ты сидишь, загораешь, ничего не делаешь. Это все организаторы так делают, всех фестивалей, вообще. Чем больше фестиваль, тем больше возможностей отдохнуть, мороженое, ну там всякие приятные. Ну а на самом деле, вообще, я так понимаю, что организаторский труд, это просто руки в клочья, ты стираешься в язык. Мы МЭДМ с самыми днями раскладывались по-разному. Вот, да, то есть непросто. Как это выглядит, расскажи, то есть что требует иностранная группа, что они в первую очередь хотят в России? Они же, наверное, побаиваются сюда гнать-то. Не побаиваются, у нас очень сильный человек, который отвечает за артистов, тур-менеджер, очень четкая девушка Наташа, которая строит всех так. Да, они, да, и мужчины всех. Наташа четкая. Поэтому у нас с этим нет особых проблем, то есть у каждого артиста есть свои требования, которые выполнить, в принципе, не очень сложно. Ну, то есть нет нереальных вещей. Слушай, давай лайнап, лайнап нам озвучи, пожалуйста, кто у вас? Лайнерами были группа Arctic Monkeys, которые первый раз приехали в Россию, была группа Hertz с новым альбомом, была группа Falls британская, Джесси Уэйр, которая сейчас такая модная, новая, шадая девушка. Открыла фестиваль Каста, это был единственный хип-хоп момент во всем фестивале. Была группа Moatarama, и было два новичка, две небольшие группы. Одна, которая называется 130 повстречной на старенькой Веспа, совсем новые такие электронщики из Питера, которые первый раз выступали вживую, потому что они никогда не были появлялись. И была группа легендарной Дефиле 76, это такие поющие, красивые летние ретро-песни. Сколько народу вам удалось собрать? У нас было 20 тысяч по целебопоказателю. А билеты сколько стоили? Билеты стоили от 2000. Слушай, а почему? Я сразу хочу спросить, почему в Москве так дорого? Почему так дорого идти на фестиваль? Ну, 2000 рублей, мне кажется, кто у вас средний возраст? На кого рассчитывали? Я бы сказала, что от 16 до 25. Ну вот смотрите-ка, опять же, от 16 до 25. Вот как раз от таких, как говорят, от 16 до 25 твоего возраста. Мне вопрос, получается, что человек, возможно, только начинает работать, или, скорее всего, взял деньги у родителей, что тоже реальный факт. Ему надо добраться, купить себе какую-нибудь газировочку в баре, где она тоже будет стоить определенную сумму. Почему не сделать для Москвы, особенно в летнюю пору, какой-то более лояльный финансовый вопрос? Ну, давайте посчитаем. У нас 11 артистов за 2000 рублей. Это, получается, по 200 рублей за выступление одного из артистов, которых мы приводим. Хорошего варианта. С этой логикой я не посмею спорить, но вопрос в том, что будет порядка 10 фестивалей в Москве. И где же нам нравится только денег? Где же 10-то? Я же тоже хотела бы посмотреть. Сейчас действительно этим летом было 3 фестиваля подряд. Ну, 3 фестиваль, 6 тысяч рэп, плюс такси, плюс алкоголь или там газировка на входе. Ну, это же как зависит от возможностей и приоритетов в расстановке. Захотел, пошел, послушал не в центральный парк столицы чего-нибудь. Захотел, пошел в центральный парк, где у нас не было внутри инфраструктуры, не было неповышенных цен, была нормальная еда и фудкорт, все по нормальным ценам. Слушай, а почему вы парк Горького выбрали? У вас просто там знакомые, да, где-то есть? Ну, то есть, какие углы? Удобно, я просто живу, на самом деле, напротив, очень удобно набирать себе. Прям в этом, прям в... В ЦДХ, прям, да, там весь маленькая подсобка, и я как раз открыт. Ну, а серьезно? Ну, серьезно, отличная площадка, сейчас самая популярная, туда люди приходят и так. Она стала любимая, красивая, очень хорошая инфраструктура, очень приятное место и исторически легендарная такая. Ну, слушай, но все равно фестивали особо там не проводили, только вот вы субботник, да, там сделали, ну, Face and Laces был там еще более-менее. Был еще черешневый лес, вот боска пришлета, которую они делают, но там меньше была площадь. Мы-то занимали всю фонтанную площадь, начиная с фонтанной, и был фестиваль, вот центральный кланах. Слушайте, давайте, давайте прорвемся на клипчик. Давайте посмотрим какой-нибудь утренний клип уже, просыпайтесь, в конце концов, поднимайте, разминайте свои щеки, и улыбайтесь этому замечательному утру и Жене, которая у нас сегодня в гостях.